эту команду, а я хочу, пока команда выходит, действительно поблагодарить наших мам и пап, да, вот, во-первых, комитет по территориальному развитию, кто действительно помог вот это все и собственно инициировал это мероприятие, этот акселератор, мы познакомились уже достаточное время, вот действительно сейчас это проводим, и большое спасибо вот действительно вам за это, да, вот так вот вы листаете, вот, это важно, и важно, чтобы эти практики продолжались, и чтобы вы также поддерживали проекты, вот, пожалуйста, вам слово, вот сюда тоже, чтобы говорили, спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, наши уважаемые кураторы, разрешите вам представить наш проект Сады Бурятии. Как не секрет, что для каждого сельского района, который, уверен, представленный в данном зале, проблемы у всех районов практически одинаковые, и, к сожалению, это такой факт, который зафиксирован, да, это пустые заброшенные земли, это безработица, это низкий уровень жизни, это отток, соответственно, населения, и, соответственно, как всегда у всех муниципалитетов бывает, это слабое наполняемое в бюджетах, всегда и поселениям, и районам всегда не хватает денег. Отсюда, опираясь на опыт уже реализованного проекта Селингинского района, целью нашего проекта является регистрация, как минимум, пяти крестьянских фермерских хозяйств по выращиванию облепихий. По закладке облепихий на территории не меньше пяти гектар, и, что самое, наверное, экономически интересное, к 2025 году каждый из предпринимателей должен выйти на чистую прибыль 700 тысяч рублей в год. И, соответственно, второй целью, и, наверное, самой глобальной, и результатом данного акселерата является тиражирование данного опыта на все районы республики. Целевой аудитории нашего проекта, как мы с первого дня взяли, это является Баттер Иванович. А кто это такой? Это, как правило, человек, который очень любит свою малую родину, он житель села, у него нет работы, но он в то же время очень любит свою родину, хочет на ней остаться. В то же время он боится, что у него не хватит знаний каких-то, но в то же время, опять же, он очень доверяет муниципалитету, и он готов нам поверить, и поверить нашей команде. Нами, нашей командой, разработана дорожная карта. На данном слайде представлена укропненная дорожная карта, выделены основные моменты. Сейчас самолет пролетит, пожалуйста. И, как видим на слайде, некоторые моменты мы уже исполнили, прошло широкое информирование проекта, проанализированы все меры поддержки, осуществлена встреча и выезд непосредственно на территорию Телегинского района. Сейчас непосредственно идет оформление и мониторинг, соответственно, сельскими поселениями земельных участков. Еще один самолет. Ура! Я думаю, что Саты Бурятии поддерживают самолеты. Но, соответственно, избрание меры формы хозяйственного субъекта и, соответственно, реализация проекта, которого мы планируем в сентябрю уже первые результаты показать. Целевая аудитория, которая виртуальная, напомню, это был Баттер Иван, уже обрела конкретные фамилии, имена. Это три предпринимателя, которые уже сейчас непосредственно занимают, уже начали заниматься, уже оформляют, кто-то занимает, оформляет земельный участок, кто-то уже на стадии переговоров по закупке саженств. А вот обратите внимание на данном слайде, вчера, вот 28 апреля, первый день нашей второй очной сессии, прошел выезд на территорию Тахойского питомника. Вот на данном слайде уже заинтересованные люди у нас работают на питомнике. Они уже договорились, что будут брать, теории набрались и, самое главное, эмоции набрались. Проектным офисом, проектной нашей командой проанализированы все меры поддержки, которые возможны при занятии данным видом, данным проектом. То есть я здесь, на данном слайде мы выделили основные, которые, наверное, прежде всего должны привлечь потенциальных инвесторов. Это поддержки Министерства сельского хозяйства, это субсидии на закладку садов, не менее 185 тысяч на гектар. В последующие годы возможно получение субсидии на уход. Ну и также, если, наверное, пройдет человек этап конкурса, это получение субсидии по агростартапу. Предложение? А, куда еще экономика, да? Так, у нас немножко задержка дойдет. Также нашей командой просчитана экономика проекта на один гектар. Как мы видим, что расходы на высадку одного гектара составляют 909 тысяч рублей, из которых при максимальном субсидировании можно компенсировать 80% затрат. Далее, на следующем слайде рассчитана экономика проекта на последующие годы. Как мы видим, на 3, 4 и 5 года, это синий столбец, на 5 год можно достичь чистой прибыли 677 тысяч рублей. Основным преимуществом нашего проекта и одним из наших плюсов данного проекта считаем, что данный проект готов к тиражированию, поскольку он реализован уже на территории Селингинского района. Можно сказать, что для реализации проекта требуются относительно небольшие затраты. Востребованность продуктов, она не вызывает сомнений, поскольку, если я включил бы в свой доклад рассказ о полезности облепихии, это бы заняло, наверное, несколько добрых лекций. Сейчас держим тайминг. И возможность дальнейшего развития, это, соответственно, организации переработки, организации собственного производства. На данном слайде представлена команда нашего проекта. Здесь Лариса Родная в лице вас хотел, если бы был бы Алексей Самбуевич, я бы его пригласил в нашу команду, но в лице вас просьба передать. Я думаю, он бы согласился. Я думаю, что он поддержит наш проект. Также хотели бы поблагодарить министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства Галсана Евгеньевича, также член нашей команды. Татьяна Владимировна присутствует, очень нам активно помогала. И также Инна Беляева, где вы там где-нибудь, наверное, на связи. Мы сейчас ждем Инну. Ваше предложение, предложение главе республики мы оформили. Конечно же, мы считаем, что меры поддержки, которые существуют, они в принципе готовы, а не для поддержки нашего проекта. Но в то же время хотелось бы, чтобы проекты в данной области, в области садоводства, они поддерживались. Как конкретно? Ну, чтобы средства, например, субсидирования не урезались, чтобы каждый год их в бюджете по количеству заявок совпадало. Понял. Можно я добавлю от себя, как я понимаю, вот пользу этого проекта, когда мы начали вот еще на той сессии разбираться в марте. Я вижу в нем немножко другой разворот пользы для республики в том, что, ну, вообще для сельских поселений много очень заброшенных домов, участков. И Селенгинский район разработал практику, по которой они, ну, скажем так, упрощают передачу, ну, рачительному хозяину то, чего, территорию соседа, условно, да, его земли, чтобы он мог это возделывать. И, собственно, вот в этом практика, и, наверное, тут вот это может стать моделью для других муниципалитетов. Для других муниципалитетов вот потому, что это позволит действительно выглядеть более прилично селам, поддерживать именно хороших хозяев, избавляться вот от, ну, собственно, запустения. Вот я вот в этом, согласны со мной? Да, да, это одно из направлений. Вот это очень важный момент для всей России. Очень много езжу, да, по сравнению с более 50 регионов, и эта проблема, она, собственно, вот одинаковая. Вот, спасибо, давайте мы тогда... Еще, с вашего позволения, вот одну минуту. Почему мы выбрали, собственно, по крайней мере, я могу отвлечься, да, чтобы... Я вот человек деревенский, каждое утро в период сеноокоса, да, выходили мы, недалеко был земельный участок, где сено косилось. В 4 утра, ну, например, работали где-то до 10 утра. Это перерывом является, знаете, момент, когда с пригорка показывалась мама, которая несла в руках два бетончика. В одном был чай, а во втором был публикиховый морс. И я лично готов работать на реализацию данного проекта, чтобы мои дети, вот это чувство Родины, они вот впитали вместе вот с этим, с нашим обликиховым соприкателем. И хотелось бы вообще закончить мое выступление новым членом нашей команды, который уже становится крылатым выражением, Алексей Самбулевичем. Работаем. Спасибо. Спасибо. Тогда, Инна, если ты нас слышишь, включись. Инна Беляева, Краснодарский край, тоже общественный представитель ОСИ. Да, и пока, Инна, если ты здесь выходи в эфир, мы тебя сейчас хотим видеть, слышать. Добрый день. Слышно меня? Да, да, да. Слышно, слышно. Спасибо. Я как раз сейчас нахожусь в центре мой бизнес в Краснодаре. Это тоже символично, потому что мы все про бизнес, про развитие, про поддержку предпринимателей. И я хочу сказать, что я очень горжусь своей командой, потому что была проделана огромная работа. Презентация – это всего лишь три минуты рассказа, но участники поскромничали, они мне сказали про то, сколько было проведено встреч и с главами муниципальных образований, и с держателями практики, которые приезжали и встречались с заинтересованными лицами. Сколько было проведено переговоров и личных консультаций с каждым заинтересованным предпринимателем, насколько велась информационная работа по региону о том, что запускается такой проект. И, конечно, это индивидуальный подход каждой истории, потому что есть заинтересованные предприниматели, у которых уже есть свой бизнес, как вот один из тех, кто был представлен на слайде, и у него интерес в том, чтобы дополнительно к своему молочному бизнесу еще поставить производство йогуртов, и параллельно он видит свое развитие в том, чтобы заниматься закладкой садов. Кто-то пошел по пути за интересом использовать заброшенные земли, да, вот то, что вы сказали, Андрей, и тогда участники команды работали над тем, какую схему предложить по земле, мониторили земли. В общем, вариантов очень много, много-много было проделано выездов, бесед, встреч, и для меня этот проект видится таким еще миссионерским, наверное, да, по возрождению в Бурятии направления, которое раньше было, это садоводство и плодоводство, потому что очень многие миллионы имеют огромный потенциал. Допустим, в Крунканском, Табанском, Селингинском раньше были облепиховые сады, там в Мухашибире выращивали смородину, в Кехтинском районе тоже есть живающие, есть условия. Есть влиятельная система, сохранилась во многих местах, есть площади, поэтому для республики в целом такой фокус на том, чтобы возрождать и заинтересовать предпринимателя в развитии именно системы садоводства, это огромный потенциал, и я уверена, что с таким подходом, как у команды, все получится, потому что вот автор практики Селингвана Бабчинова, которая смогла зажить всю команду, зажить их сердца, не только у себя в регионе, но это уже за территорию Бурятии выходит, потому что буквально сегодня в чате была информация о том, что Якутия уже заинтересовалась этой практикой, с чем я с удовольствием команду поздравляю, и это тоже огромная победа. Спасибо, спасибо, спасибо большое, мы сейчас пригласим в третий раз Куратора Минсельхоз сюда, потому что...